и снова всем привет на канале олег нестеров брест вот мы вернулись наконец к работе ну сегодня как бы мы еще были у доктора время у нас это заняло конечно анатолий поздоровайся шули с народом оклемался вот наш товарищ приветствую все как настроение ну после больницы пока еще слабость завтра будем работать уже в поте ли все ты надумал да вот так в анатолий все нормально наконец-то не останутся этим вопросом как там то ли очень много беспокоиться народу спасибо за такое беспокойство конечно огромное спасибо то есть вот как бы вылезли мы пока это хорошая новость не знаю посмотрим как чуть дальше будет завтра толик уже пойдет на сеанс то есть температура у нас сегодня плюс 4 тепло весна наступила скоро пойдет уже работа скоро мы выйдем на улице уже будем работать ну и сегодня как бы урок маленький время уже мало будет сегодня постараюсь показать как наложить не труда и вот еще такой вопрос как бы мне задавали то есть можно ли вложить толстым слоем насколько толстым можно слоем ложить не труда и вообще то есть будет ли она трескаться не будет такие вопросы разовьем короче эту тему что-то может быть я не до конца правильно скажу пополните это в комментариях ну и начнем сегодняшний день заставка анекдот мужик приходит к доктору говорит доктор блин у меня ж это яйца звенят я что феномен нет батенька вы ему дозвон такой анекдот ну и начнем тему дня заставка пошла ну и сегодня как бы вот такой вопрос да как бы подвис у нас в воздухе не обсуждали мы его обсудим нитро шпаклевку кто как называет кто называет жидкая шпаклевка кто нитро шпаклевка то есть выглядит она вот так вот то есть все банки похожие да еще раз говорю как разводить ее чтобы не было вопросов да вот здесь вот полоска все написано то есть ну вот сейчас я скажу вам отвердитель отвердитель один к ста идет ну один к ста это пример пример на глаз не надо там вымерять вот как вы красное добавляете шпаклевку так и эту сюда немножко добавляем и разводим до нужной консистенции пока она у вас не пойдет нормально через пистолет то есть сопло нужно сейчас два и два три да ну как бы это не обязательно один и пять соплом я тоже покрывал просто жижи чуть-чуть ее разводишь даже чем лучше что мы жижи разводим слои у нас получается немножко тоньше да их получается несколько слоев слоев много мы ложим но они тоньше мокрые слои ложим и между слоями даем 5-10 минут чтобы вот этот слой который мы положили вошел в реакцию чтобы реакция в нем пошла как немножко замотовеет сверху то есть воздух он напитался реакция пошла по всему слою тогда мы только накрываем второй слой после второго слоя также мы даем передышку даем войти в реакцию то есть каждый слой даем по 10 минут где-то войти в реакцию для чего это нужно если вы сразу положите толстым слоем да вот говорят что плохо толстым слоем ложить нитру да плохо почему плохо объясню потому что вы не даете просохнуть да вы наложили толстый слой верхний слой у вас высохнет бесспорно но нижний слой который под ним он не просохнет и когда вы уже загрунтуете поверхность и покрасите его нижний слой у вас так и останется мокрым непросушенным то есть вы законсервировали его доступа воздуха нету реакции не идет слой остался мокрым что получается не обязательно это даже на морозе это может быть и от солнца и от чего угодно начнется жуткая просадка слой как у вас толстый да это начнет все скукожицы и шпаклевка во первых может отваливаться кусками почему отваливается потому что у вас нету сцепа слой первый слой у вас мокрый да у вас верхний слой дубовый вроде но нижний слой у вас мокрый он не высохший он не держится он не закристаллизовался то есть вот от этого все косяки и бывают можно наложить хоть вот такой слой да если его правильно наложить он будет держаться ну а правильно как с межслойной сушечкой правильно то есть пистолетом еще раз я говорю вот написано в техничке да два и два три то есть если вы хотите очень толстый слой наложить то полтора вам достаточно будет тонкими слоями с просуточкой да это займет какое-то время но потом у вас ничего не отвалится и все будет держаться то есть если с умом подойти к любой вещи технологию можно самому придумать понимаете не надо это жестко придерживаться какой-то технологии да да конечно нужно там подсолнечным маслом мы не будем разводить да вместо растворителя ну то есть правила какие-то должны основные но отходить от них можно можно своими способами как-то делать точно так же и мои правила то есть вот как я делаю да что-то я там придумал какие-то свои правила ну то я с водой тру много споров у меня все получается у меня все хорошо потому что я разработал свою технологию я занимаюсь у меня это работает у меня все это получается то есть не надо придерживаться именно моего мнения экспериментируйте сами делайте на чем-нибудь попробуйте все получится главное желание ну как бы сейчас мы уже подготовили крышу да немножко там еще подотрем обклеим и ну просто немножко покажу как накладывать то есть как накладывал есть и перед этим были уроки работа по нитрошпаклевке смотрите в папке окраска то есть вот переход на папочку окраска посмотрите внимательно то есть там вы увидите все как красить как переходами красить как что и вот здесь вот папочка посмотрите внимательно здесь если вы нажмете на эту вкладку левой кнопкой мыши у вас откроются все папки которые вообще есть папок там много кузовные работы окраска работа с бамперами там личный блог все то есть научитесь открывать папку то есть в каждой папке несколько видео и то есть вам будет просто найти какое-то нужно для вас видео не в общей куче в последних добавленных да их там 200 видео с лишним 270 по моему а именно в папку залезли в комментариях которая вам тема нужна там вы уже быстрее найдете ну вот в принципе то и все ну а мы приступим к наложению нитрошпаклевки ну и покажу наверное как я развожу ну вот Саша помогает сейчас дотрет трём восьмой десяточкой восьмой десяточкой перекроется то есть Толик пока у нас на лёгком труде да Толя лёгкого труда у нас не бывает да а пока на кофе наливальщик кофе Саша вот знакомьтесь в нашу компанию как бы принят будет и дальше с нами работать как бы решили камеру достроить решили камеру достроить и Саша наверное будет с Толиком там командовать я буду здесь то есть ну посмотрим как там что дальше будет то есть уроки дальше так же и будут продолжаться только как бы я буду только снимать рассказывать ну и ребята будут помогать делать то есть работа найдется всем клиентов тоже море так что за это мы не переживаем да у нас там с камерой ничего больше не делаем ну а я покажу как пока разводится шпаклёвка сейчас мы подготовим крышу разведём шпаклёвочку и попрём и начинаем разводить как бы всё разводится можно сказать на глаз здесь вот немножко есть смолы да то есть перемешиваем сначала саму банку размешиваем ну и как бы вот на такое количество да сейчас вот на такое количество я добавляю не особо много и и теперь довожу до той консистенции умное такое слово блин да которое мне надо да растворитель растворителем то есть заливаю растворитель столько же наверное давай 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 больше 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 вот так вот по карандашу пока хватит сразу много не разводите и размешиваем ну вот получилась у нас такая масса как бы не особо густая вот как вы видите тут жиденькая такая не надо слишком густую делать ну и как бы слишком жидкую тоже не надо то что боимся запачкать заклеили пленочкой как вы видите мы как бы начинаем тонкими слоями накладывать я наложил толстый даем сохнуть 15 минут и еще один слой ложим не бойтесь если у вас там волнами много вы наложили все это будет удаляться то есть выравниваться ложите нормальные жирные слои только чем жирнее слой тем дольше даете ему просыхать ну и чтобы нам было потом проще видеть все косяки накладываем проявочный слой любой краской другого цвета то есть оттенка это нам потом позволит увидеть все ямики так вот далека сильно не надо увлекаться как-то вот так выглядит все это хозяйство конечно не очень аккуратно наложено вот как вы видите проявочный слой и все как видите ничего сложного нету единственное не забывайте про правила межслойной сушки чтобы у вас между слоями просыхало ну а на сегодня все я думаю немножко какую-то информацию вы ухватили то есть что-то такое небольшое дал хоть и урок сегодня маленький да подписывайтесь на канал кто еще не подписался поправляйте в комментариях то есть что вы думаете об этой теме да подписывайтесь на слет вот я ссылочку дам как подписаться как попасть к нам на слет который состоится с 5 августа по 9 то есть об нем я уже рассказывал вот ссылочка папочка все что касаемо слета посмотрите ждем вас в Бресте ну а мы на сегодня с вами прощаемся и на посошок анекдот еду в машине останавливает ГАИ протягивает документы женщины да протягивает документы вежливо говорю вот товарищ инспектор мои документы заднего сидения детский голос мам а где козел то такой анекдот ну а на сегодня все сегодня мы прощаемся с вами видео не заставит долго себя ждать как бы всем здоровичка крепкого сибирского настроения бодрого хорошего солнышка весна скоро все пойдет на лад настроение отличное будет у всех ну и конечно всем добра и бабла правильно передострой вероят на